Слава Богу, друзья! Аллилуйя! Слава Господу! Богу всемогущему! Хвала! Приветствую всех, братья и сестры! Начинаю трансляцию. Слава Богу! Благословения Господних всех вам, братья и сестры! Доброе утро! Аллилуйя! Так, 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 что у нас здесь? Аллилуйя! Библейские пророчества. Аллилуйя! Слава Богу! Приветствую, кто подключился сейчас, кто подключается. Приветствую всех именем Господнем. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, Ты пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня На злачных пожитях К водам тихим Водишь меня А вот как раз сейчас я слова эти здесь опубликую. Да, Света Девченко пишет Шалом, благодать Иисуса, Христа, любовь Бога, Отца, общение Святого Духа со всеми вами. Аллилуйя! 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 где бы я не шел аллилуйя не убоюсь я зла где бы я не шел ты всегда со мной где бы я не шел не убоюсь я зла твой жезл твой посох успокоят меня аллилуйя 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 вот иисус и ишуа аллилуйя аллилуйя вот такой еще куплет ишуа иисус ишуа ты пастор мой я ни в чем аллилуйя я с тобой ни в чем не нуждаюсь ты покоишь меня на злачных пожитях водах тихих водишь меня аллилуйя где бы я не шел не убоюсь я зла где бы я не шел ты всегда со мной где бы я не шел не убоюсь я зла твой жезл твой посох успокоят меня аллилуйя аллилуйя иисус ты пастырь мой и вот такой еще вариант такой куплет аллилуйя сегодня с утра с позаранку пою вот эти куплеты немного так подредактировал песню эту машьях да или можно христос ты пастор мой я ни в чем не буду нуждаться аллилуйя я в тебе а вот так вот да христос ты пастор мой я в тебе и ни в чем не нуждаюсь аллилуйя вот такой вариант да я в тебе и ни в чем не нуждаюсь ты покоишь меня на злачных пожитях средь вод тихих ты водишь меня аллилуйя аллилуйя сегодня вот так ночью пробудился и вот вспомнил как мы с кифой во львове как раз эти дни пели вот эту песню просто ехали в машине он он за рулем и вот им пели пели эту песню и вот настолько прям аж вот нутро прям содрогается действительно сердце все переворачивается давай от этой любви божественной любви слава богу всемогущему господу нашему вот и как раз вот подумалось вот может как-то чуть по-другому распеть и я спел чуть по-другому и вот записал да вот такой вариант еще аллилуйя христос или машия ты пастор мой я в тебе и ни в чем не нуждаюсь ты покоишь меня на злачных пожитях средь вод тихих ты водишь меня где бы я не шел не убоюсь я зла где бы я не шел ты всегда со мной где бы я не шел не убоюсь я зла твой жезл твой полоса успокой от меня спасибо тебе господь благодарю тебя благодарю тебя за все за это доброе утро благодарю тебя за эту благодать боже этим утром обновляется милость твоя господь к нам обновляется милость к роду человеческому сегодняшним этим утром боже наши сердца вновь они восприимчивы к твоей благодати и господь к этому обновлению милости твоей слава тебе господь благослови аминь аминь светлана пишите чем когда аминь надо прочувствовать этот исполнившийся факт да да аллилуйя да на самом деле потому как многие слова даже если мы в библии читаем они пророческие они и большинстве своем библия говорит о записанное слово божье библия да говорит о том что должно свершиться о том что должно произойти должно что произойти а то о том чему должно произойти действительно вот но мы знаем что это уже произошло то есть вся библия по сути да и ветхий завет и большая часть так или иначе нового завета евангелия однозначно говорят о том чему должно произойти что должно произойти и что действительно произошло там даже в евангелиях описывается как это происходило как это произошло как это все свершилось как машьяк сказал христос провозгласил свершилось вот и сегодня мы живем уже в этой благодати божьей аминь да благословит вас и вашу семью бог аллилуйя аллилуйя и вам благословение божьих слава господу благоставляю вас во имя господне во имя иисуса христа и сегодня благодарю бога всемогущего за жизнь за это обновление сегодня читаем слово божье сегодня размышляем и причащаемся принимаем причастие в харистию хлеба преломление аллилуйя слава тебе господь аллилуйя аллилуйя да кстати даже вот на фейсбуке кто-то написал вопрос такой и насчет там как же он звучал то как то так что можно ли в домашних условиях дома принимать причастие знаете ли удивительно но я как бы для мне это удивление конечно что для многих оказывается христиан это действительно вопрос еще плитом притом вопрос не отвеченный да еще судя по комментариям на этот вопрос по ответам на этот вопрос многих даже служителей христианских ой-ой-ой нужна реформация короче не хочу никого судить но просто хочу призвать людей действительно окунуться в благодать божью вот потому как действительно благодать нашего господа иисуса христа и любовь бога отца и общение святого духа это не пустой звук это не просто слова это свершившийся факт это действительно то в чем можно жить можно к этому идти но к сожалению как и 2000 лет назад так и сегодня сейчас многие порой всю жизнь идут к этому но так и не и приходит не приходят хотя считают что живут уже христом христианстве но я верю что бог всемогущий в эти последние времена в эти последние дни он действительно открывает вот эту благодать для всех изливает она благодать на всех и вся даже на тех кто казалось бы ну еще закрыт ожесточен но господь совершает свое чудо аллилуйя спасибо тебе господь божи всемогущий благодарю тебя благодарю тебя святой великий бог наш благодарю тебя за это чудо сегодняшнего дня боже ты просветил нас светом боже слово своего боже духа своего святого спасибо тебе господь за этот новый день но вы за это утро господь как сказало в слове И был вечер, и было утро, день, в данном случае, шестой. Спасибо тебе, Господь, Боже. И в этом дне, в шестом дне, мы воспоминаем наше появление на свет, наше рождение, рождение наших пращуров, наших пра-пра-пра-пра-пра-пра родителей Адама и Евы. Мы вспоминаем вот этот акт творения твоего, Господь, когда ты, совершив уже все, небо, землю, создав весь мир растительный, всех рыб, всех животных на этой земле, Боже всемогущий, и все уже было готово, этот сад, на этой планете был действительно сад твой, Боже. И в этом цветнике, в этом саду, потрясающем, красивейшем саду, Боже, это был действительно шедевр, Боже, ведь несмотря на 5779,5 лет деградации, разрушения, даже эти развалины, они прекрасны. Они говорят о былом величии, они указывают на действительно совершенный мир некогда на этой земле, Боже, и текуна лам, восстановление, возрождение мира, Боже, это природно, это естественно заложено в наши сердца, Тобою, Боже, желание рая, вот эта тоска, стремление по совершенству, Боже всемогущий, к Тебе желание наших сердец сегодня, слава Тебе, Боже. И в шестой день, в этот день, Господь, Ты совершил чудо, еще одно чудо, и так уже много было чудес, Боже, но Ты совершил еще один акт творения, Боже, в этом мире вещественном, материальном. Боже всемогущий, благодарю Тебя за этот мир, благодарю Тебя за это временное измерение, которое Ты создал, Боже, время само, за эту материю, за все, Боже, благодарю Тебя и хвалю, Боже, во имя Иисуса, Боже. Но наипаче хвалю за то, что, за всех нас, за людей. Благодарю Тебя за то, что Ты создал, Господь, человеческий род. Благодарю Тебя за наших прародителей, за Адама, нашего прапрапраца, и за нашу прамаму Еву. Благодарю Тебя, Господь, Боже, за этих прекрасных людей, которых Ты создал на этой прекрасной планете, Боже Всебогущий. Благодарю Тебя, что, Господь, Боже, от них произошел, от одной крови произошел весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли. Боже Всебогущий, благословен Ты, Царь наш, благословен Господь, благословен. И сегодня, принимая хлебоприловление, причастие, божественное Евхаристию, Боже, я восхваляю имя Твое Святое Божие. И благодарю Тебя, Господь. Аминь. Аллилуйя. 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 Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за все. И в 6 главе Иоанна Иисус, когда произошла вот эта трагедия, такая духовная, душевная, вот, произошла трагедия отпадения ветвей, отпадения учеников. Это всегда трагедия. Я думаю, что каждый служитель это понимает, христианский, больше или меньше, но это как разрыв, это как развод, это как, не знаю, боль утраты, когда уходит родной, близкий тебе человек. Вот здесь ученик, ученики и учитель. Трагедия Равина, трагедия Иисуса как Равина, трагедия Иисуса как Учителя. Но с другой стороны мы видим величие Учителя, величие, как Он поступил в этот момент трагический. В 66 стихе говорится, кстати, многие проповедники даже в этом видят нечто апокалипсическое, в этом шестом дне, сегодняшнем, кстати, очень весьма символично. 6 глава Иоанна, 66 стих, там говорится, что с того времени многие из учеников, многие написано, да, отошли от него и уже не ходили с ним. Вот, и многие проповедники там в разных конфессиях, я слышал такие мысли, что в этом, видимо, что-то роковое есть такое, 666, Иоанна 666, 6 глава, 66 стих. Ну, кто его знает, дыма без огня не бывает, что-то в этом есть действительно роковое, в Писании такое совпадение. Вот, и как раз говорится о том, что отпали ученики от своего Учителя, эта трагедия, мы можем лишь предполагать сегодня, можем лишь догадываться, что творилось в сердцах и в умах отпадших этих ветвей, насажденных некогда в Доме Господнем и привитых, казалось бы, значит, да, глазе, видевших столько чудес, видевших столько вот этих исцелений, освобождений, сверхъестественного. И знаете ли, дамы и господа, это еще и еще раз нам показывает, что даже сверхъестественные чудеса не являются вот гарантией, вот именно верности и веры. Вот, и также эти ученики слышали потрясающие по силе, по глубине своей притчи, слышали проповеди, наставления, назидания. Это тоже нам показывает, однозначно и доказывает, что даже самые хорошие проповеди, какие можно только слышать, они не являются гарантией, вот именно верности и веры. Вот, и, а что же есть гарантия верности и веры нашей? Дальше Иисус сказал оставшимся двенадцати, оставалось двенадцать, тех самых двенадцать, кого изначально Он избрал, да вот они и остались-то. Не хотите ли вы и вы отойти? Можно предполагать, как Иисус это сказал, с болью или ровно, спокойно. Но даже если это было и с такой самурайской такой выдержкой и весьма спокойно было сказано, все равно, конечно, это было с внутренним содроганием и внутренними слезами. Даже если это не было с, ну, видимыми слезами и с видимой болью на лице. Я не знаю, как это было. Как художнику мне представляются очень разные картины. Иногда мне кажется, что Иисус это сказал весьма спокойно, внешне, с такой, как я вот говорю, олимпийской, с таким олимпийским спокойствием или с такой самурайской выдержкой. Но его сердце плакало, и он сказал эти слова. Иногда мне кажется, он сказал это по-другому, как раз именно со слезами на глазах. Как раз именно с болью, не только в сердце, но и на лице. Не хотите ли вы и вы отойти? Симон же, Симон Петр отвечал ему. Слава Богу за нашего брата, который выразил мнение всех оставшихся. Всех этих братьев, что остались. 12 человек возле Иисуса. Некогда большое собрание, большая церковь опустела. Ряды опустили. Осталось немногие. Остались только 12 этих. И он, как апостол, выразил, как верный и верующий, выразил как раз вот это. Что является как раз определяющим главным в вере и верности. Господи, кому нам идти? Я не знаю тоже, как это сказал Петр Кифа. Возможно, это сказал тоже спокойно. Но я сомневаюсь, что он это спокойно сказал. Я сомневаюсь, что он это сказал с таким олимпийским спокойствием. Как обычно изображают, рисуют. Я думаю, что он тоже это сказал. И с болью, и со страданием, и со слезами на глазах. Как художник я себе рисую такую картину. И сегодня вам эту картину словами представляю. Учитель и ученики. Учитель и ученик. И ученик сказал следующее. Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога. Жива Бога. О, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Я представляю себе эту картину. Кифа, он говорит, учителю, говорит Иисусу, со слезами отвечает ему, кому мы пойдем? Кому мы пойдем, учитель. Кому нам идти? Много разных школ, много разных учений. В тогдашнем иудаизме, также библейском, тоже было много разных учений. Порой диаметрально противоположных учений. Во времена Машиаха, во времена его пришествия, первого пришествия, Рождества Христова, его земного, вот этого бытия, описанного в Евангелиях, Машиах таки пришел. Но споры, 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 в религиозной среде еврейской продолжались бесконечные религиозные споры. Разные школы, разные учения, разные понимания, садукеи, фарисеи, зелоты, иесеи. Ну, это из тех, что мы знаем, так популярно, на слуху, по крайней мере, у христиан. А также, мы знаем о школах Гилега, о школе Шамая, Шамая старший, говорил о необходимости духовного перерождения, рождения свыше. Иисус, по сути, продолжил то, что уже в проповедях своих, в наставлениях, в назиданиях, в притчах, он в учениях, он и в делах, он продолжил то, о чем Шамай старший говорил, о чем другие учителя, раввины говорили, о необходимости духовного перерождения, рождения свыше. И Иисус, в беседе с Никодимом, он как раз вот и говорил, что ты один из учителей Израиля, и ты разве не слышал об этом? Ты должен знать об этом. Об этом все говорят. Спорят. Надо, не надо. И как это практически? Я понимаю, что до прихода Машиаха, до рождения Христа в этой теме было больше вопросов, нежели ответов. И каждый новый ответ порождал еще дополнительные новые-новые вопросы до бесконечности. Но Машиах, Христос, Иисус, Иешуа, Он ответил на все эти вопросы самим собой. что действительно от встречи с живым Богом происходит чудо духовного перерождения, как Шамай-старший говорил, и как в школе Шамая и утверждали. Но как практически это свершается, Иисус указал, что Он есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, только лишь через Него. Он действительно показал, что все приходящие к Отцу, они приходят через Него, действительно. И это великая тайна, великое таинство веры. Он сказал, что Он есть ответ истрадавшемуся человечеству, евреям и неевреям. Все гои, все народы на этой планете сегодня так или иначе просвещены светом Христа, как и написано было в пророках. Гои, да, Гоим, это народы сегодня обычно мы слышим Гои, как оскорбительное порой выражение в традиционном, допустим, да, иудаизме, но это неправильно. На самом деле это библейское слово Гоим, или Гои, это означающее именно народы. И народцы, разные народы. Вот, и в Библии говорится об Аврааме, что он, да, действительно, народы произойдут, и он будет отцом народов, Гоев, всех, всех, всех народов. Вот, и евреи, и Гои, и все, все мы сегодня действительно просвещены светом Христа, просвещаемся светом Евангелия, светом Христовым. Свет Христов просвещает всех. Он есть свет, просвещающий всякого человека, всякого, абсолютно всякого, верующего, неверующего, иудея, христианина, мусульманина, атеиста, коммуниста, там, не знаю, кого еще, там, сатаниста, любого, любого человека, любого человека. Свет Христов просвещает сегодня всех. Вот, и благодарю Бога Всемогущего за слова апостола Петра. Кифа сказал, Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, слова вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого. Аллилуйя. Благословен Ты Царь наш, благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесный, утешителю Дух истины. Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. святый божье, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала, слава, честь тебе, слава Отцу, Сыну, Святому Духу, ныне, всегда, всегда, во веки веков. Аминь. Благословляю великое имя Твое и благодарю Тебя за это утро доброе. Начало Божие. И вечер, и утро, шестой день Божия. Воспоминания творения наших пращуров, наших прародителей Адама и Еву. Вспоминаем этот акт творения Твоего Божия. И благодарю Тебя, Господь, за жизнь, за все, что Ты создал, время, материю, за то, что Ты создал нас из небытия. Божий, создал нас из праха земного и вдохнул Себя Самого. Боже Всебогущий, я благодарю Тебя, что мы Тобою живем и движемся и существуем. Аминь. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благослови сегодня, Боже, народ Свой миром, Своим шаломом. Благослови, Господь, сегодня Израиль, возрожденное еврейское государство. Это Твое чудо, это Твой Пурим нашего времени. Спасибо Тебе, Господь. Благослови, Иерушалайм, столицу возрожденного еврейского государства. Иерусалим. Шалом, Иерусалим. Благослови сегодня Киев, благослови сегодня Украину, благослови сегодня всю нашу истрадавшуюся планету. По богатой Твоей милости благослови народ, все народы, Боже, нашей истрадавшейся земли. Потому что вся тварь стинает и мучается, ожидая откровения сынов Твоих. И пусть сегодняшним утром обновляется милость Твоя и откровение сынов Твоих и дочерей Твоих. Боже, свершается, свершается великое таинство веры, великое чудо. Боже, кому нам идти, Господь? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго. Благодарю Тебя, Господь, за милость и любовь Твою, за спасение. Дар Твой во Христе Иисусе, Господе нашему. Благословен Ты, Царь наш. Благословен Владыка и Бог. Аминь, аминь, аминь. Дамы и господа, братья и сестры, примем сегодня хлебопреломление, причастие, Евхаристию совершим сегодня. И какой хлеб есть у вас, возьмите. У меня есть вот здесь вот крекеры есть. Вот. И я использую сейчас вот для причастия такую печенюшку. У меня есть вот, здесь компот яблочный немного есть. Налейте себе воды или соку виноградного. Что у вас есть? Вот. Сегодня я уже приготовил на шаббат, на сегодняшний вечер, виноградный сок уже приготовил. Вот. Дорогой, но очень хороший виноградный сок. Вот. И буду сегодня вечером вместе с вами встречать седьмой день Господний. И благодарить Бога за все. А сегодня вот утром совершаю вот это предлобление хлеба в простоте такой евангельской, в радости неземной, божественной. Принимаю тело и кровь Машиаха, Христа, Иешуа, Иисуса. И сегодня благодарю Бога за милость Его, за спасение, за все, за все. Аллилуйя. И само ее причастие, Евхаристия, наша жизнь, наше растворение в нем и его растворение в нас. Благословен Господь Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Господь Бог наш, Царь вселенной всей, давший нам плод виноградной лозы, давший нам жизнь, дыхание и все. Тобой живем, движемся и существуем. Спасибо тебе, Господь, за все. Аллилуйя. Адонай, Господь, Ты пасторь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пожитях, к водам тихим, водишь меня. Где бы я ни шел... Аллилуйя. Не убоюсь я зла... Где бы я ни шел... Ты всегда со мной... Где бы я ни шел... Не убоюсь я зла... Твой жезл, Твой посох успокоят меня. Иешуа, Иисус, Ты пастор мой, Я с Тобой ни в чем не нуждаюсь. Ты покоишь меня на злачных пожитях, В водах тихих водишь меня. Где бы я ни шел... Не убоюсь я зла... Где бы я ни шел... Ты всегда со мной... Где бы я ни шел... Не убоюсь я зла... Твой жезл, Твой посох успокоят меня. Машиях, Христос, Ты пастор мой, Я в Тебе и ни в чем не нуждаюсь. Ты покоишь меня... Ты покоишь меня... Где бы я ни шел... Не убоюсь я зла... Твой жезл, Твой посох успокоят меня. Аллилуйя, Господь, Бог всемогущий. Благодарю Тебя, милостивый Государь. Благодарю Тебя, Бог богов, Господь господствующих. Ава, Отче, Папочка Небесный мой, Отец наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, И да придет Царствие Твое. И Твоя воля действительно на этой земле, Как на небесах, да свершается. И в наших судьбах она свершается. Слава Тебе, Господь. Тело Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя за спасение. Дар Твой во Христе Иисусе Господе моем. Спасители моем, искупители моем, целители моем. В Иисусе Христе Жизнь вечная, бесконечная, Счастливая, пресчастливая. Спасибо Тебе, Господь. Ты пастор мой. И я ни в чем не нуждаюсь. Я в Тебе, а Ты во мне. И ничего не надо нам больше. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. 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 Спасибо, Святой. Спасибо. Тело Христа. Кровь Христа. Аминь. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа исцелила меня. Кровь Христа освободила меня. Аллилуйя. Лехаим. За жизнь, за жизнь всего мира Ты отдал свою жизнь. Благословен Господь. Машиах и Ишуа. Христос Иисус, Спаситель мой. Аминь. 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 Спасибо, Господи, спасибо Спасибо за все, спасибо Спасибо, мой небесный папочка, спасибо, мой отец, Бог, царь мой Спасибо, искупитель мой, сын Божий, Иисус Христос Господь мой, царь мой, брат мой, друг мой Спасибо тебе, Дух Святой, утешитель мой, ты всегда со мной, возлюбленный Спасибо, Господь, спасибо, огромное спасибо Просто огромное спасибо от всего сердца, тебе говорю Спасибо Благослови, мои братья и сестер сейчас, благословляю всех вас, друзья мои Благословляю всех друзей церковной реформации, благословляю во имя Господне Аллилуйя Благословляю сегодня Израиль, благословляю сегодня Иерусалим В преддверии Пурима Молюсь о духовном сейчас пробуждении еврейского народа И о божественном Пуриме наших дней, слава Богу По вечерам в 6 часов вечера, каждый вечер до самого Пурима Продолжайте подключаться на эту трансляцию Прямую В 6 утра, каждый раз, это трансляция с утренней молитвы Когда есть возможность, я все время включаюсь Когда нет возможности, я просто молюсь Без включения Вот, а в 6 часов вечера, вот с 6 числа, начиная с 6, 7 Вот, и сегодня буду продолжать, даст Бог Встречу Шаббата и продолжение этой беседы Пурим, о Пуриме Да, в этом году, 21 и 22 марта Празднуем этот библейский праздник Пурим 14 и 15 Адара 2 5779 года От сотворения мира Или же 3330 года Завершение уже От нашего исхода Вот А в 2019, получается, по гражданскому исчислению году Соответственно, 21 и 22 марта А 20 марта, накануне, пост Эсфири Традиционно И в нашей церкви мы тоже празднуем Это воспоминание того поста И смирение Покаяние, пробуждение еврейского народа И в особенности, конечно, идет речь о Самой царице Эсфири О Гадасе Да, Гадаса, она же Эсфирь Она же царица Вот И Мардыхая, вспоминаем добрым словом Его покаяние Его смирение Его пост И молитву И всего народа Спасибо Господу за все Вот И благодарю Бога Всемогущего Вот Я думаю, что И на сам Пост Эсфири И на Сделаем трансляцию такую Обязательно Можем даже суточную трансляцию Как раз этого поста Молитвы Вот Воспоминания Смирения Израиля Вот И на Пуримсам Вот я планирую посетить и синагогу И традиционную И Мессианскую Общину Вот И В христианских церквях Вот будут концерты Здесь в Киеве Большая программа Пуримная такая Предпуримная и Пуримная И постпуримная Программа огромная Но Самое основное Конечно О чем сейчас Молюсь Чтобы Действительно Вот этот божественный Пурим Свершился И Сегодня в Израиле Современные Аманы Вновь И вновь Как говорится Метают жребии Свои Вот И Надеются взять реванш Но Если Бог за нас То Кто же за них Если Бог за нас То все равно Кто против нас Спасибо Господу за все Благоставляю вас Всех возлюбленных Братья и сестры Роман пишет Шалом Хвала Господу Благословен Господь Ще даруя Життя Народу Своему Аллилуйя Аминь Аллилуйя Слава Богу Аллилуйя Благоставляю всех вас Друзья Старым Добрым Нашим Библейским Еврейским Благословением Которое нам Бог дал Однажды Через Боисея Для Аарона И его сыновей Прекрасное благословение Священников Благословение Коэнов Да благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь Светом лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо Свое Лицо Свое на Тебя И даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь Благодать Господа нашего Друзья Иисуса Христа Нашего Спасителя И любовь Бога Отца Нашего Небесного И общение С чудесным Драгоценным Духом Святым Всегда Со всеми нами Пребывает Благословляя вас Возлюбленные Во имя Господне Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Новомесячие Второго месяца Адара И был вечер И было утро Сегодня первое Адара Второго месяца Адара Благословляю всех вас В это новомесячие Я благодарю Бога Всемогущего И благословляю Это время С Господом И ожидаю В этом месяце Месяца Пурима Божественного Такого Ожидаю Его Пурим Ожидаю И в своей судьбе В своем служении Господу В нашей церкви В нашей киевской Архиепископии Этот божественный Пурим Когда любящим Господа написано Такой Пуримный стих Такой в Новом Завете Прямо В духе Пурима Любящим Господу Призванным По его благоизволению Все содействует Ко благу Спасибо Тебе Господь Спасибо Тебе Господь Аллилуйя Даже наши ошибки Он обращает во благо К лучшему Все, все абсолютно Когда мы любим Его И призываем Спасибо Боже Спасибо Благословения Всем вам Господь Господь Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok